Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии актер театра и кино Александр Взметнев. Привет, Александр! Привет! Не часто сейчас можно встретить тебя в Рязани, я так понимаю. Эта коронавирусная инфекция помогла нам встретиться сегодня. Ты играешь в кино. Расскажи, пожалуйста, о пути своего становления. Каким образом получилось так, что ты сегодня, можно сказать, звезда? Тебя можно увидеть на СТС, в сериалах. Расскажи, с чего все начиналось? Ну, во-первых, я не актер не только кино, но и театра, и рекламы. В основном рекламы, потому что очень много рекламы у меня было за последние пять лет. Вот около 55, плюс-минус. Все началось с того, что в детстве я мечтал стать актером. Прямо вот мечтал. Прямо вот смотрел в телевизор и думал, господи, я хочу туда, в телевизор, я хочу играть и смотреть на людей, на зрителей со стороны экрана, а не со стороны зрителя на экран. Вот. И после этого как-то я начал развиваться, танцевать, ходить на танцы, ходить на вокал, ходить на фортепиано. Потом начал заниматься в театральной студии, в детской, называется она «Экспромт», в дворце детского творчества, здесь недалеко. Вот. Прекрасный преподаватель Татьяна Яковлевна Коробкова, которая мне очень помогла в становлении. И после этого я поступил в институт. После института я работал в театре, не в одном, в нескольких. Путешествовал по Европе, занимался разными театральными проектами. И вот дошел до того, где и сейчас я есть. Сейчас тебя можно увидеть в сериалах на популярном канале, да? Расскажи, каково это быть актером сериала? Ну вот сейчас сериал у нас называется «Миша портит все». В главных ролях Михаил Голустян, он идет на СТС по будням. Там я играю огромное количество эпизодических актеров. То есть там есть разные люди, персонажи, так скажем, с которыми взаимодействует Михаил. Это познавательное шоу. Оно рассказывает о каких-то житейских вещах, жизненных. И я там предстаю в каких-то комедийных образах постоянно. То там на каких-то реакциях, то я в 14 веке трактирщик, то я жених на свадьбе, который подвержен современным... Вот этим вот пыль в глаза пускают, когда молодоженам говорят о том, что вот вам надо свадебный голубей, свадебный торт, свадебный ведущий обязательно очень дорогой-дорогой. И вот эти вот мифы, они постепенно-постепенно развеиваются. И внутри вот этого большого образования, как сериал, особенно скетчком, который идет долго... Ну, у нас всего лишь 12 серий, поэтому не так долго. На протяжении всего этого съемочного процесса ты втягиваешься в это, тебе это нравится, это кайф. Но это не просто работа, как работа в понимании работы, а это именно кайф. Ты получаешь от этого удовольствие. Самому тебе что больше нравится, театр или кино? Ну, учитывая, что ты, наверное, в кино сейчас больше, наверное, все же на экране появляется, да? И в театре, и в кино мне нравится очень сильно быть. Потому что театр – это познание себя внутри. То есть ты, стоя на сцене, ты пытаешься разобраться внутри себя. Кино все-таки и сериалы, и рекламы – это немножко, я считаю, это такое застывшее искусство. То есть ты один раз выложился, потратился на съемочные площадки, и потом люди видят один и тот же продукт каждый день. Кино, либо сериал, серию, она будет неизменна всегда, каждый день. А театр и спектакль, в котором ты играешь, он может быть и он всегда, каждый день разный. И сколько уже у тебя стаж в твоей профессии? Пять лет или больше? Больше, больше. Ну, если не считать заслуги детские, какие-то ведения мероприятий, спектаклей в театральных студиях, то где-то с института получается приблизительно восемь, наверное, лет, девять. Есть за это время уже те достижения, которые ты сам считаешь для себя достижениями? Вот, допустим, для нас, даже для меня, для простого обывателя, быть актером сериала популярного на СТС – это большое достижение. А для тебя самого что есть достижение, как для актера? Во-первых, я не совсем замечаю для себя, что со мной происходит. То есть даже если я вот снимался на СТС, это было практически год назад. То есть я уже про это даже забываю. То есть я двигаюсь дальше, а это уже выходит вперед, дальше уже по жизни. Я это не особо замечаю и не могу это оценить внутри. Приятно, когда ты смотришь на себя где-то когда-то в каких-то сериалах или рекламы, которые выходят. Это приятно, безусловно. Но вот я не всегда замечаю этот кэшбэк, который ко мне возвращается, потому что он идет всегда дальше, чем я живу. Поэтому как-то из каких-то таких знаменательных вещей, я думаю, что очень ценно. Я снимался в короткометре, короткометражный фильм режиссера Федора Рома замечательного. Он снял короткометражный фильм. Мы его отправили на фестивали. Я там играл главную роль. И мы завоевали несколько наград на разных международных кинофестивалях. Особенным таким подарком для нас был. И практически мы вот немножечко еще бы, если бы дожали, было бы все замечательно. Мы участвовали на 26-м Сент-Луисовском фестивале в США. Это фестиваль, который последняя ступень перед прохождением на Оскар, то есть Американской киноакадемии. И нам буквально не хватило чуть-чуть, там буквально несколько баллов. Меня там, к сожалению, не было, там был наш продюсер. Прям буквально несколько баллов нам не хватило, чтобы пройти и попытать счастье уже в номинации на Оскар. Это было бы, конечно. Но мы так были близки, и мы очень горды этим всей нашей командой. И я тоже считаю, что это огромный шаг, можно сказать. Мы практически были там. И что это была за роль твоя? Это была роль интересная. Это была роль Антона Крошкина, если я не ошибаюсь и помню правильно. Он был молодой врач. И фильм рассказывает о том, как он режется, пугается всего, он боится, с ним что-то происходит постоянно. Это комедия, фарсовая такая, трагифарсовая комедия. Что-то постоянно там происходит с моим героем. Какие-то там экшены, не экшены. То есть, ну, это комедия. И под конец он уже более старый. Для меня делали старческий грим, специальный, пластический. Это очень здорово, на самом деле, когда из тебя полностью делают старика. Другого человека. Другого человека. Ну, то есть, это ты, ты видишь себя, но ты уже повзрослевший лет на 30. Это очень здорово. Вот. И вот как раз этим и заканчивается тем, что он пришел и остался все равно таким же пугливым, маленьким и нерешительным врачом. То есть, суть человека осталась, да? Ну да. И ты упомянул о том, о своем развитии, да? Ты идешь вперед. Мы сейчас видим результаты, плоды твоего труда уже, который для тебя. Да, завершенный этап, так куда ты идешь, к чему стремишься, какие проекты сейчас у тебя, скажем так, на прицеле или в разработке? Ну, в связи с коронавирусом и со всеми этими обстоятельствами проекты, какие есть, они немножко приостановились, сдвинулись. Поэтому смысла о них рассказывать я, наверное, пока не имею, потому что непонятно, что вообще дальше нас ждет и как это все будет. Опять же, будущее, оно безграничное. Туманно. Да, да, и мы, ну я максимально стараюсь и развиваюсь в своей сфере. То есть, я пытаюсь быть не только актером, но и пытаюсь писать сам сценарий, пытаюсь, вот уже начинаю, так скажем, заниматься тем, чтобы снимать свое кино или свои сериалы, то есть, как режиссер и как актер тоже. И продюсирование. Мне кажется, что за этим такое достаточно крепкое будущее. То есть, цели у тебя не только в актерской карьере, но они более широкие. Конечно. И педагогика, и режиссура, и продюсерство. Мне все это интересно, я бы всем этим хотел заниматься, потому что останавливаться только на актерской профессии очень, ну лично меня это очень сковывает. Я хочу шире, больше раздвигать эти горизонты творчества. Актеров часто спрашивают о запоминающихся историях на съемочных площадках, в карьере, о тех историях, которые можно считать курьезными, интересными. Вот у тебя наверняка тоже есть такие. Расскажешь? Я не помню, я рассказывал эту историю. Мне кажется, в каком-то интервью я рассказывал историю о том, как на гастролях в Германии, нет, не в Германии, в Голландии, в Амстердаме. Мы были с творческой нашей группой актеров, и мы с моим другом, лучшим другом, актером, решили погулять по городу, посмотреть его. Он захотел покататься на лодочке вокруг Амстердама, по каналам и рекам. Он сел, я его посадил. Чтобы вы понимали, английского он не знал вообще. То есть я его посадил, говорю, дорогой Влад, я тебя здесь жду через два часа. Он говорит, да, да, конечно, хорошо. Лодка отчалила, я два часа погулял, там попил кофе, вернулся, подъезжает лодка. Моего друга нигде нет. Я спрашиваю у капитана корабля этого, говорю, а где мой друг? Он говорит, ну, где-то вышел. То есть мы потеряли моего друга. Мы с моими другими ребятами, актерами тоже, мы пытались, искали по всему Амстердаму, где примерно может быть Влад. Мы забирались найти буквы на центральной площади и кричали, Влад, ты где, Влад? Влад! То есть это было очень смешно. Наши соотечественники какие-то нам отвечали. Я здесь, меня мама не пускает. Ну, шутники. Вот. Мы пытались всеми правдами и неправдами его найти, не получилось. Мы расстроились, думали уже идти в полицию или еще куда-то. И нам нужно было поменять билеты на автовокзале. Мы подъехали на автовокзал и там пытаемся в кассе что-то купить. И мы видим, стоит грустный Влад, наш друг. Мы к нему подходим, дорогой, что ты здесь делаешь? Оказывается, он по памяти вспомнил все there is, there are, past future, past indefinits, все, что он вспомнил. Вот. Он всеми правдами и неправдами нашел какой-то один из вокзалов, и он оказался правильный тот самый. И мы благополучно оттуда все уехали. Это было очень напряженно и очень потом смешно. Мы это вспоминаем постоянно. Он тоже английский после этого выучил? Я думаю, что да. Немножечко, но точно выучил. Вот сейчас, когда с тобой разговариваем, вспомнился мне популярный в Инстаграме и на Ютубе Антон Лапенко нынче. Его Ричард Цапогов с его английским языком. Ну так вот, говоря о Лапенко, сейчас спрошу тебя о твоих ориентирах. Есть ли для тебя сегодня некий образ идеального актера или идеального деятеля культуры, на который ты ориентируешься, который тебе близок по духу, который является твоей путеводной звездой? Есть ли таковые личности? Не обязательно это может быть кинематограф, может быть это да, да. Личности, я такой человек по натуре своей, я не очень предрасположен к чужому мнению. То есть я не сильно могу кого-то слушать. Я воспринимаю, но не сильно могу кого-то слушать вот так напрямую. Поэтому мне проще прочитать о этом человеке, знать этого человека, поразмышлять. И потом уже принять какое-то о нем решение, вывод сделать. И поэтому какие-то личности, которые как путеводные звезды, они больше исторические личности скорее, чем те, которые живут сейчас. То есть тяжело опираться мне лично на тех, кто сейчас что-то вещает и рассказывает нам. А вот из каких-то исторических личностей очень много. Начиная от старых голливудских или французских, или итальянских актеров, заканчивая режиссерами, культорологами, философами и так далее. Я конкретно личности, я приблизительно, сейчас я могу назвать Феллини, Фредерико Феллини, режиссера замечательный, итальянский, который близок мне по творческому духу, на который я могу ориентироваться. Из актеров, это правда многогранное. Из русских я обожаю советских актеров. Евгения Леонова, Юрия Никулина, я просто обожаю их. Это замечательные актеры были, которым не нужно было ничего играть, они просто были самими собой, живыми, профессиональными, творческими людьми. Потрясающе. А такой вопрос с ныне существующими актерами, которые уже на слуху и популярны. Ну, допустим, тот же Михаил Галустян, с кем еще тебе приходилось работать, и насколько это сложно работать с ними? Это не сложно, они такие простые люди, как все, и поэтому сложности у меня ни с кем не возникало. Я работал много с кем уже, очень много с кем, начиная с Сережи Светлаковым на рекламе Билайна, и с Аллой Михеевой вдвоем, втроем мы там были. Я там катал на спине Аллу Михееву и хотел ее бросить как абонента, потому что она меня уже достала, надоела, потом появлялся Светлаков. Такой, все, я тебя забираю к нам в Билайн, давай. И я уходил в Билайн. Вот. С Мишей Галустяном, да, было вполне себе очень хорошо работать. Забавный, смешной человек. Очень драйвовый, заряженный. Он мне даже помогал в одной из серий, я не могу спойлерить, как говорится, но в одной из серий он будет... А, я же не могу сказать это. Ну, в общем, он помогал мне с ролью. В одной из серий он помогал мне с ролью обрести речевой дефект, который у меня не получался очень долго на съемочной площадке. Просто, может быть, из-за усталости, может быть, еще из-за чего-то мне нужно было стороннее мнение, и вот он его мне дал, и мне было очень приятно тем, что он мне помог. И такой вопрос, что тебя сейчас связывает с Рязанью, как часто ты здесь бываешь? Сейчас так обстоятельства сложились, что, да, в Москве достаточно жесткие условия, и ты приехал сюда. А в целом, что тебя связывает с Рязанью нынче? С Рязанью меня связывает практически все. Я здесь родился, я здесь долгое время становился как молодой человек, поэтому Рязань мне очень близка по духу, и даже несмотря на то, что учился я в Питере, и долгое время жил там, потом в Москве и сейчас, то все равно Рязань – это остается родным городом, и я не могу его никуда выкинуть изнутри себя, оно всегда будет здесь. И здесь у меня бизнес с моим братом и с другом, здесь живут мои родители, мои друзья, поэтому здесь я бываю часто. А нравится город наш тебе? Конечно, конечно, мне очень нравится. Несмотря на то, что есть везде нюансы свои, везде есть какие-то там проблемы с грязью, например, или с какими-то коммунальными вещами, но свет на улице, где пройти по парку, чтобы удобно было гулять с собакой. И так в целом мне очень нравится. И такой вопрос – не мешает ли тебе сейчас твоя профессия общаться с друзьями? Все равно, да, публичная деятельность, да еще и публичная на всю страну вносит свои коррективы. Как-то изменились взаимоотношения с близкими людьми, с друзьями, с теми же самыми рязанскими, скажем так, товарищами? Нет, не изменилось. Более того, я думаю, даже с теми, с кем мы не особо как-то так общались, или так всегда аккуратно, то сейчас, может быть, даже еще лучше, чем было, я думаю, что это ни на что не влияет. Абсолютно ни на что. Это влияет, может быть, на какую-то узнаваемость от неизвестных людей, это может не нравиться. Я пока этим не страдаю. У меня пока такой известности нет, чтобы от этого страдать. А с родными, близкими, с друзьями ничто не меняется. Все так же хорошо. И еще разочек напомним нашим телезрителям. По СТС прямо сейчас можно увидеть тебя в ближайшие дни. Расскажи, во сколько, до какого числа. Телеканал СТС, по будням, вся вот эта неделя прошедшая была, и на следующей неделе, в 19.00. Сериал? Сериал «Миша портит все». У нас в гостях был Александр Взметнев, актер театра и кино. Спасибо, Саша, что нашел время прийти к нам, побеседовать. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин